Микс Ньюс. Утро на балконе. Министр сообщений от Алис Линкейтс, как я уже сказала, у нас в студии. Здравствуйте еще раз. Доброе утро. Много вопросов накопилось, в общем-то, и год прошел со дня формирования правительства на прошлой неделе, как раз вы отмечали. Отмечали ли? Нет, работали. Работали. Но фотографию мы видели единственную праздничную. Что можете сказать? Год в этой должности, до этого вы так активно в политике не участвовали? Год был интенсивный, очень много разных вопросов надо было решать. В основном это о пассажирском сообщении, региональном сообщении, но не только. Это и дороги, и весь спектр, который есть в министерстве. По всем вопросам надо было понять, что происходит, и принимать решения. Если мы говорим, конечно, о сфере транзита, сейчас к ней приковано особое внимание, вы об этом часто высказываете. Все-таки, если быть объективным, можно ли сказать, что в этой сфере сложилась такая, ну, кризисная ситуация? Потому что нам идут сообщения, что сокращается количество сотрудников в Латвии с Дзельсейш, падает грузооборот не только на железнодороге, но и в портах. Как бы вы охарактеризовали ситуацию? Я вижу просто тенденции по снижению грузооборота с Россией. В основном это связано с отдельными видами грузов. Уголь падает в цене на мировых биржах, и, соответственно, нет интереса продавать уголь на мировой рынок. Есть общая тенденция, которая началась уже в 2000-х, в начале 2000-х годов по снижению вообще грузов из России, поскольку Россия выстраивает свои порты. И это не новость. Так что такого какого-то неожиданного кризиса тут нет. Просто можно было подготовиться к этому снижению товарооборота пораньше. Я читал статьи уже в 2016-2017 годах, где предупреждали, что так будет происходить. Церковь Вячеслав Домбровский очень много писал и говорил об этом тогда, но никто не реагировал. Сейчас мы просто должны работать в такой ситуации, какая она есть. Ну, достаточно неожиданно для жителей Латвии прозвучала информация в начале этого года от члена управления ЛДЗ, в общем, управления ЛДЗ, что придется уволить такое количество сотрудников. Для нас это было неожиданно. Знали ли вы об этом? Были ли какие-то предпосылки? Понимали, предупреждали? Может быть, вы до этого уже разговаривали, что, возможно, такие варианты? Ну, начнем с того, что я уже с предыдущим правлением говорил о том, что надо снижать издержки, надо готовиться вот к такой ситуации. И просто предыдущее правление не реагировало на такие разговоры. И вот когда в конце августа, начале сентября новое правление пришло к власти в Латвии, это было одно из первых заданий, посмотреть структуру управления, посмотреть, как работает предприятие, где можно быстро поменять условия. И потом совет предприятия также занялся новым бизнес-планом предприятия. Там есть сейчас консультант Эрнстон Ян, который работает именно над бизнес-процессами, как поменять оперативную часть руководства. Снизив издержки, Вы имеете в виду, что, в общем-то, надо было и, ну, такие решения сложные по увольнению людей, сокращению количества работников принимать там еще год назад? Да, если мы смотрим на другие, так называемые, монопольные предприятия, которые остались у нас с советского времени, как Латвенерго, Латтелеком, там уже давно эти все мероприятия были, все этапы были пройдены, и, в принципе, число сотрудников сокращено. Если мы посмотрим сравнение с литовской железной дорогой, с эстонской, то производительность труда на одного работника там выше, соответственно, есть фактическая возможность сокращения. Но полторы тысячи – это очень большое число. Почему не начали с какого-то меньшего количества? Как я понимаю, из членов правления, то решили назвать максимальное число, и потом смотреть, достигнем ли максимального, и как это будет происходить. Пока сокращение относится к примерно 200 сотрудникам, в основном из административного аппарата. Вот на днях, я думаю, вы тоже ознакомились. По-моему, Балтийс Экспо, представитель с тревогой говорил о том, что, ну, к сожалению, тарифы Латвии Зельсович, ну, не конкурентоспособны, что вы можете сказать, планируется ли вообще, что говорит руководство железной дороги? Ну, тарифы напрямую связаны с издержками, да, и поскольку у нас все-таки большое предприятие, и даже сокращение, оно отразится на финансовое состояние, в принципе, только в следующем году, поскольку там идут и компенсации разные, и все-таки процесс такой постепенный, я не думаю, что какие-то скачки в какую-то сторону тарифов произойдут в этом году. Еще, если мы говорим о транзитной сфере, мы знаем, что сейчас все-таки Латвия пытается, ну, альтернатива или не альтернатива, но, тем не менее, расширить сотрудничество с Белоруссией. Что происходит на этом направлении? Мы знаем, что и визит готовится президента Белоруссии. Что сейчас вы можете сказать по этому поводу? Да, у нас очень хорошие рабочие отношения и с Белорусской железной дорогой, и с Белорусским министерством транспорта, и недавно был визит премьера в Белоруссии при подготовке чемпионата мира по хоккею. Так что очень хороший такой фон работы, и просто надо смотреть на те новые направления, которые там возможны, скажем, мы совместно с Белоруссией работаем по коридору Украина, Белоруссия, Латвия, Скандинавия, Швеция, Дания. Там есть грузы, есть контейнерные перевозки, над которыми мы работаем. Какое-то время назад и вы тоже упоминали, и до вас тоже шли разговоры о развитии направления вот в Китае шелковый путь, вот эти вот все стороны. Как с той стороной у нас? Ну, до сих пор там раз в год пришел рекламный поезд, и также ушел обратно. На этом все заканчивается. На этом все закончилось. Если серьезно смотреть на это направление, то я считаю, что вот именно надо смотреть на Белоруссию, поскольку там большой логистический центр, куда приходят все грузы из Китая в Европу, там они сортируются, и, соответственно, направление, которое может нас интересовать, опять это из Минска через Латвию, скандинавские страны. То есть пока это, но таким способом. Заговорили, раз уж мы о железной дороге, Рейл Балтика, и, в общем, активно обсуждаются, потому что там сроки какие-то задерживаются, и Госконтроль тоже провел свой аудит, ревизию. Результаты на прошлой неделе тоже мы увидели, услышали. Не самые приятные, наверное, и для отрасли, и для людей, которые ждали, что, может быть, они там чуть быстрее уже все случится. Что вы можете сказать по этому поводу, с теми претензиями, если можно сказать, выводами, которые Госконтроль сделал? Да, проект большой, затрагивает несколько стран, и, соответственно, все решения принимаются медленно, поскольку надо все обсудить с нашими соседями. Когда я пришел, в прошлом году тоже видел, что сроки там опаздывают, есть какая-то организационная неразбериха. Весь прошлый год над этим работали, и то, что говорит Госконтроль, это, в принципе, такой фотоснимок прошлого, как происходили события, начиная с 2014 года. На сегодня что? На сегодня наша главная задача в том, чтобы проект продвигался вперед, и это уже видно, что в конце этого года начнется строительные работы в Рижском центральном железнодорожном вокзале, также идет проектирование нитки через Ригу, проектирование, в принципе, закончилось уже в Рижском аэропорту, там тоже уже конкурс объявлен на строительство, так что наша главная задача сейчас, чтобы идти вперед, и вот вчера у нас было такое рабочее заседание совместно с руководством города Риги, господином Буровым и разными структурами рижскими, чтобы понять, как эта железная дорога можно быть связана с окружающими объектами, как, скажем, автовокзал, площадь перед вокзалом, центральный рынок, как все это вместе будет связано. Ну, на картинках очень красиво, вот то, что мы видели, проекты, это все выглядит просто какой-то проект из будущего, будет ли так в реальности, не поменялось ли ничего? И вот вы по срокам, может быть, расскажите, в конце этого года начинается строительство на железнодорожном вокзале, когда планируют закончить, и аэропорт в это же время начинают, или все-таки поэтапно? Строительство пойдет поэтапно, в зависимости от того, насколько у нас будет финансов, потому что финансируем по очереди, также и строительство в центральном вокзале у нас разделено на четыре очереди. Я надеюсь, что 24-25 годы, это когда закончатся работы. Как это будет выглядеть, во многом зависит от того, найдет ли Рига, и мы вместе с Ригой дополнительные финансовые ресурсы для обустройства окружающих там мест. Ясно то, что железная дорога будет находиться на эстакаде, и, соответственно, скажем, международный автобусный вокзал там сможет поместить свои автобусы, какие-то торговые площади появятся, вместо Титаника появится просто новый парк или что-то такое. То есть здание самого не будет? Да, здание будет снесено, потому что физически невозможно дополнительные рельсы. Угадали, в принципе, с названием-то здания. Да, но здание там довольно интересно. А когда его планируют снести? Ну, мы сейчас ведем переговоры с владельцами этого здания, они там торгуются насчет цены, говорят, что там они планировали чуть не пятизвездочный отель, но это технический вопрос по возможности, по началу строительства и разберемся с этим зданием. Так что там много работы и совместной работы с Рижским городской управой. Что для жителей значит перестройка вокзала? Сейчас-то звучит, ну, вот что все закроют и перекроют, и что делать тем, кто пользуется? Мне кажется, достаточно популярный вид транспорта, особенно там, когда плохие дороги или там холодно, на машинах люди не выезжают, пробки. Да, сам вокзал технически закрываться не будет, рельсы будут меняться постепенно. Конечно, будут какие-то неудобства, но это как в каждой стройке. Следите. Да, говоря о портах, мы знаем о тех событиях, которые произошли вокруг Венспилса, и государство сейчас переняло под свой контроль порты, но мы ведь знаем, что в основном там же все-таки частные инстивидоры, частные компании, вы об этом вчера говорили. Что сейчас вообще государство может сделать, если вдруг действительно удастся выстроить отношения продуктивные с Белоруссией и пойдет транзит активно? Порты вообще готовы, стивидоры вообще это все принимать? Для государства сейчас самое главное – перенять. Все-таки мы находимся в процессе перенятия этих активов, понять, что там происходит. И главное – создать условия такие, чтобы для частных терминалов было интересно работать, и грузопоток сохранился, и потом мы смогли дать больше грузов в новых направлениях. Я был в Венспилсе уже несколько раз, разговаривал с владельцами терминалов и просто предприятием, которые работают на территории порта. Там есть некоторые вопросы, просто для них понять, какие будут новые условия, в которых они будут работать. Но я думаю, там через несколько месяцев ситуация будет ясна. Вот про Рижский порт хотелось бы поговорить. Перед Новым годом достаточно быстро в череде этих праздников были приняты поправки по поводу вообще руководства портов Рижского и Венспилского. Про Венспилский тогда было понятно, что это экстренная ситуация, надо было принимать какие-то решения. Что с Ригой? Принято ли это решение, что будет как-то реорганизация правления, или все остается как есть, 4 на 4, 4 от государства, 4 человека от самоуправления, или все? Там осталась только часть государственных представителей, то есть 4 представителя из разных министерств. И в основном, в принципе, пока ничего не меняется. Мы должны определиться с новой концепцией управления портами, до 1 июля внести эту концепцию в парламент. И это означает, что после того, как парламент утвердит, конечно, будут какие-то изменения. мы надеемся, что мы и Рижский порт будем конвертировать из такого госструктуры в госпроприятие. Ну, а кто будет участвовать в составлении вот этого плана по реорганизации? Над этим работает министерство сообщения. Потом мы будем об этом говорить и в правительстве. И, надеюсь, вот в марте-апреле мы об этом. Вот на ваш взгляд, это улучшит вообще? Потому что есть разные мнения. Многие говорят о том, что вообще, в принципе, государственные предприятия не очень эффективны, лучше все-таки частные. другие говорят о том, что поскольку порт все-таки и занимает большую территорию, и много людей там работают в столице, что надо было все-таки какое-то влияние муниципалитета сохранить. Вот как вы на это все смотрите? Вопрос о влиянии муниципалитетов будет рассматриваться в этой новой концепции. И сейчас, после всех реорганизаций, порт должен платить 10% от своего дохода и Риге, и Венспилсу. Соответственно, это означает, что есть какие-то экономические интересы. Как это будет развиваться дальше? Там есть разные модели, пока сказать преждевременно об этом. Что касается России, Вы возглавляете латвийскую часть межправкомиссии. Есть вот какая-то информация в этом году? Может ли состояться хоть какой-то диалог даже по тем вопросам, связанным с транзитом и логистикой? Вопрос, диалог, в принципе, происходит непрерывно. У нас есть технические вопросы, которые решаются. И, в принципе, если смотреть на те вопросы, которые обычно поставлены в повестку дня межправкомиссии, то там таких сложных, каких-то нерешаемых вопросов нет. Просто технически и по таможне, разным экономическим вопросам. Так что, если смотреть в общем на товарооборот между Россией и Латвией, он растет, пассажиропоток между нашими странами тоже хороший, растет по авиации, если смотрим пассажиропоток через Вишки, аэропорт в сторону России хороший, открывается новое направление, будет, скажем, новое направление Екатеринбурга два раза в неделю в этом сезоне. Так что там, в принципе, все хорошо. Ну и Владивосток мы знаем, что сейчас открыли для жителей без виз, не знаю, насколько легко и насколько популярно будет это направление. Там долететь до Владивостока. Понадобятся все-таки время и ресурсы. Раз про аэропорт начали мы говорить, не раз, и вы тоже уже боролись с этой проблемой, такси, на что жаловались и местные жители, и тот, кто приезжает, тоже там в шоке, потом какие-то отзывы писал. Что на сегодняшний день удалось ли как-то упорядочить эту систему и работает ли она? Ну, если сравнить с прошлым годом, то система улучшилась. Мы смогли отодвинуть, как сказать, черных такси от так называемого золотого километра. Это первая линия, когда люди выходят из терминала. Это наверху, да? Нет, внизу. Внизу, когда они прилетают и выходят из терминала, то сейчас их ждет официальный такси, которые, соответственно, проверены госструктурами, которые имеют все лицензии, которые должны дать хорошую цену на провоз в город. Конечно, там самые настырные черные таксисты остались, которые там ловят пассажиров. Время от времени службы аэропорта их выдворяют из терминала, они опять там появляются. Но такую ситуацию я вижу и в других аэропортах мира. просто пассажирам надо смотреть, где официальное такси, и там сейчас есть порядок. В общем, если про таксомоторную отрасль говорить, пару лет назад у нас появился Болт, Яндекс. Ну, мне кажется, что все практически пользуются. Ты видишь цену, понимаешь, на что тебе рассчитывать. Вот эти официальные представители, которые как надо по старинке звонить, по телефону заказывают, например, на улицах, наверное, уже вообще никто не ловит, могу предположить. И каршеринг тоже сейчас активно развивается. Вот что с таксомоторной вообще отраслью? Насколько она дышит, выживает, жалуется на что-то? В Риге бизнес хороший, так я понимаю, потому что очень много водителей зарегистрировано, работает на такси. Конечно, в других городах ситуация трудная, там нет такого интереса большого. В Риге работает, вот вы упомянули, разные платформы. Мы недавно официально зарегистрировали первый Болт как платформу, и начиная с 1 января этого года эти платформы тоже должны соблюсти определенные условия, следить за тем, какой сервис они дают, кто работает на них. До этого не было этих официальных соглашений? До этого не было, потому были там разные варианты, что без лицензии шоферы могли работать. Сейчас такого нет. То есть до этого просто как фирма они работали? До этого они просто работали как посредники. Сейчас это официальная услуга такси. Что касается дорог, понятно, что это волнует всех, не только автомобилистов. Мы понимаем, что еврофонды в этом финансовом периоде практически заканчиваются. Как вы прогнозируете сейчас ситуацию с дорогами? Может быть в бюджете 2021 года одно время были дискуссии, не стоит ли повысить какой-то вид налога или возродить какой-то дорожный фонд? Дискуссия о налогах сейчас идет в правительстве, потому что мы не меняли налоги в 2019-2020 году. Соответственно, есть решение, что 2021 год – это первый и единственный для этого правительства, когда можно будет что-то менять. Но там специалисты пока что не решились, в какую сторону. Ясно то, что для дорог 2020 год не самый лучший. У нас меньше средств, чем в предыдущих годах, потому что фонды, как вы сказали, закончились. И ясно то, что мы будем просить больше денег в 2021 году и для главных дорог, и специальный фонд для региональных дорог, который мог бы как-то стать таким хорошим началом для административно-территориальной реформы. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, и у вас есть возможность задать вопрос. Министр сообщения Наталья Слынькаец у нас в студии. Вот по поводу дорог и строительства. Тоже в прошлом году не раз строители дорогами набили тревогу, что строить некому, что сложности, что надо как-то выкручиваться, собирать вот этих людей, тем более работы сезонные. Что, что сегодня? Ну, там каждый может говорить о своих проблемах. Всегда трудно найти хороших работников во всех отраслях. Но мы видим то, что уже в этом году, когда мы объявляем конкурсы, закупки на определенные дороги, то видим, что цены падают. То есть есть заинтересованность. В прошлом году мы не смогли найти для отдельных мостов работников и предприятий, которые бы ремонтировали мосты. Сейчас ситуация меняется, есть интерес. Так что такой эластичный рынок. Может быть, в 2020 год государство не самый лучший закупщик, там меньше заявок, но мы видим, в 2021 году уже начинаются большие проекты. Вот тот самый «Релбалтик» начинается. Там будет очень много работы. И по большим дорогам тоже, я думаю, что будет и «Тековская дорога». Ясность, когда мы начнем строить и другие большие проекты. Надевайте наушники, есть звонок. Да, сейчас будем принимать звонки. Доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. Да, пожалуйста. Хотел бы задать вопрос вашему гостю. Да, пожалуйста. Почему правительство не рассматривает такую систему многообложения, как, скажем, в Литве, в Эстонии, включить какой-то дорожный налог в стоимость топлива? Не просто повысить там какой-то новый налог, что, скажем, было бы в очередной разгул, а включить топливо. Да, спасибо. Но время от времени такие дискуссии идут. Как лучше? Да, есть разные варианты. Если смотреть в сторону Литвы и Эстонии, то там просто нет такого налога. Просто финансирование дорог идет с государственного бюджета и финансирование в процентуальном отношении больше для дорог, чем в нашем бюджете. Что-то включить и повысить. Есть определенный предел повышения акцизного налога. В принципе, весь наш рынок смотрит на Польшу. Как в Польше, цена на бензин и дизд топлива, соответственно, Литва реагирует. И как Литва реагирует, то мы должны как-то реагировать на цены. И в этом смысле надо смотреть на все налоги, не только на акцизные налоги. Если будут такие тенденции, что мы с каждым годом будем смотреть на какие-то новые виды автомобилей, электромобильный транспорт, сжиженный газ или что-то другое, то просто доход от акцизного налога не будет столь значимым, сколько нам надо для финансирования дороги. Хотелось бы про Брексит поговорить. Казалось бы, где Министерство сообщений о Латвии, где Брексит, но все равно есть перевозчики, разрешение на перевозки. Какие-то есть у вас прогнозы? Тот же там грузооборот, например. По-моему, мы столько готовились к Брекситу. И вот он неожиданно... Так что все, которые были заинтересованы в выяснении этой ситуации, скажем, там наш сектор транзита и перевозок, они все об этом уже знают. Наверное, изусть просто ждет, когда это все случится. И для пассажиров, скажем, те, которые едут в Великобританию, тоже, в принципе, ничего не меняется. Есть определенные там вопросы по таможне, по продуктам, которые можно там везти от или в Великобританию, но это такие незначительные мелочи. То есть на следующей неделе люди могут не бояться, что 31 января подпишут документы о Брексит, на следующей неделе точно так же самолетом... Они попадут в Великобританию. Это радует. Еще один момент тоже такой около вашей отрасли – это климат и энергетика. Сегодня, например, тоже будут национальный план по энергетике и климату рассматривать. И у вас тоже и само строительство не всегда полезно для природы, скажем так, мягко говоря. И, в общем-то, говорят все время постоянно о том, как же сделать зеленее и зеленее. И там поезда, какие надо пользоваться, и дорога там сокращать количество автомобилей. Вот в связи со строительством РЛ, Балтика, вот эти вот вопросы, как они вас касаются? Насколько отрасль готова у нас? Ясно то, что транспорт дает довольно большое количество этих CO2-эмиссий. и ясно то, что мы заинтересованы в том, чтобы наш транспорт был более дружелюбный к природе. Мы видим, скажем, если ехать в Риге по Валдемару, по главным улицам, то просто запах чувствуется соответственный. И там разные виды, как решать этот вопрос. Одно это поменять наши действия, больше использовать общественный транспорт, не частный. В городах это планирование транспортной системы таким образом, чтобы не надо было каждый раз ехать через центр города. Ну, тут в Риге надо построить отдельные магистрали, чтобы объехать центр. И зеленение самого транспорта. Европа будет давать деньги на поезда, на дружелюбные виды транспорта, троллейбусы, трамваи. Это как мы в этом периоде делали, так и в следующем периоде будет интересно. Но, конечно, для участников это такой сложный вопрос. У нас не все могут себе позволить новый автомобиль, тем более еще электромобиль, который стоит намного дороже, чем обычный. Ну, посмотрим, как мои коллеги из Министерства окружающей среды придумают какие-то новые виды финансирования или стимулирования, чтобы частный сектор тоже хотел пересесть на какие-то там очень новые виды транспорта. Говоря о новых видах транспорта, хотя это не новые виды, но сам новый транспорт, электропоезда, все ли идет по плану, когда мы все-таки можем ожидать первой электрички? Да, электропоезда производятся уже, «Шкода» работает, и согласно договору первый поезд должен по рельсам идти в мае 2022 года. И так и будет. Ну, тоже торжественно. Я думаю, что после такого количества лет ожиданий должна, вот как вы, про китайский поезд говорили, что, наверное, так же надо будет встречать чуть ли не с оркестром этот первый поезд. Ну, наверное, там будет оркестр и празднование, потому что все-таки вот те поезда, которые у нас сейчас, это музейные экспонаты. Нигде в постсоветском пространстве уже в таком объеме количества нет. Больше 30 лет, да, не в этом поездах? Ну, там 60-е, 70-е годы там еще. А судьба у них какая? Мы знаем, что вот тот же Алдозе, например, они сейчас вызвали тоже ажиотаж, когда они там продавали рельсы старые. Они говорят, это нормальная практика, может быть, сейчас больше к нам внимания по этому. Но, в общем-то, мы периодически устраиваем аукционы с нашими поездами. Вот вы сказали музейный экспонат прям в прямом смысле этого слова, или... Я знаю, что есть интерес все-таки их модернизировать. И есть интересы из Украины, насколько я знаю, из Казахстана. Где-то по районам там их еще можно пустить в отдельных маршрутах. Но, конечно, время заканчивается. Там тоже во всех странах идут новые поезда. Да, ресурс использования старых уже, ну, подходит к концу. То есть, может перекупить Украину или Казахстан и использовать еще? Да, перекупщики могут интересоваться. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, надевайте наушники. Да, еще успеем принять. Да, есть звонок. Доброе утро. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Я вот хотел спросить господина министра, а в курсе ли он, что общие выбросы СО2 у электромобилей с учетом их производства сравниваются с выбросами СО2, опять же, с учетом производства бензиновых и дизельных автомобилей, только к пробегу 120 тысяч километров. До пробега 120 тысяч километров общие выбросы СО2, произведенные во время производства и эксплуатации электроавтомобиля, выше, чем у бензинового или дизельного автомобиля. Но при пробеге больше 100 тысяч километров Но зачастую электроавтомобилю нужно менять снова батарею. И, соответственно, опять он по общим выбросам оказывается хуже этих автомобилей. В курсе ли он этих цифр? Спасибо большое. Да, все неоднозначно с этими выбросами. Да, конечно. И ясно то, что производство батарей, так как это производится сейчас, оно тоже вредно для окружающей среды. Есть вопросы, где потом эти использованные батареи использовать дальше. Так что там вопросов по каждому виду транспорта очень много. Но нам надо диверсифицировать, смотреть и на новые виды транспорта. Рига Сатекс, нельзя тоже не спросить. Сейчас какие перемены там? В курсе ли вы? Следите ли вы за ними или они все-таки сами по себе? Ну, это ответственность города, Риги. Там хозяйство большое, интересное. Много чего надо тоже улучшить. Если мы очень много работаем над тем, как улучшить жизнь в Латвии, здесь делся, что таким же образом надо смотреть на Ригу Сатекс. Мы недавно видел цифры, сравнение и с Сталином, и с Вильнюсом, где там городские предприятия транспорта показывали большую эффективность. Конечно, у нас больше трамвайных путей, и, может быть, это как-то влияет на общую статистику, но все-таки перевозки на одного работника, пассажиры, также и сдержки на одного работника у нас намного больше, чем у наших соседей. Так что там очень много над чем работать. Надевайте наушники, приемлем еще один звонок. Наверное, еще один звонок успеем принять, да, наверное, под занавес эфира. Доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. Вчера экс-премьер Берденш озвучил цифру финансирования дорог на этот год чуть больше 100 миллионов. Это при том, что в прошлом году, по вашей оценке, господин министр, было 180 миллионов. Сейчас вы, как бы, сказали, что про транспортный налог, который неизвестно, в какую сторону будете менять. Но всем понятно, в какую сторону будете менять. Сегодня 750 миллионов от транспортного налога вы собираете. Акциз чуть больше миллиарда. То есть, получается, там плюс еще Виньет, Корнет, Дабас, Нодуклю. Получается, из 3-4 миллиардов на дороге вы собираетесь выделять 100 миллионов и еще увеличивать транспортный налог. Но вы понимаете, что вы убиваете дороги. Вот, то есть, когда кончится вот этот беспредел, который вы ведете в отношении к дорогам и гражданам Латвии? Спасибо большое. Да, вот такой жесткий вопрос. Да, там разные эквилисты, цифры. Мы можем говорить о разных цифрах, но все налоги собираются в госбуджет и, соответственно, распределяются и для учителей, и для медиков, и в других сферах жизни. Это не только дороги. Так что вопрос в том, зачем мы платим налоги, чтобы мы могли все функции государства соответственно финансировать. И то, о чем я говорю, это о повышении доли финансирования из госбуджет именно на инфраструктуру. Если в 2020 год у нас был приоритетом именно для увеличения зарплат, там, медикам, педагогам, увеличение пенсии пенсионерам, то я надеюсь, что в следующем году тот прирост экономики, который у нас будет, мы сможем выделить именно для инфраструктуры. Про велодорожки еще хотелось бы поговорить и про эту инфраструктуру, в том числе, что у нас по стране. Я знаю, что существует, если в интернете вбить веломаршруты, то он вроде как выдает, и даже очень длинные веломаршруты, но, по сути, это не велодорожки, а просто путь, по которому вы на велосипеде, если постараетесь, найдете себе путь. Планируется ли? Ну, вот я точно знаю, что в Литве вдоль дороги прям идут дорожки асфальтированные, например. Ну, при том финансирование, которое у нас есть на дорогах, у нас приоритет все-таки построить дорогу. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы у нас были велодорожки, велопути, и на следующий период финансирования европейских денег у нас есть свой план, велоплан, где мы надеемся найти финансирование и для велодорожек по стране. Но это не ближайший год. Это не ближайший год. В ближайшие годы все-таки это ответственность городов, чтобы больше было велодорожек и просто линий, где мы могли ехать на велосипеде. Но это по городам, между городов пока. Ну, между городами, но это уже такая экстра. Спасибо. Будем мы заканчивать на сегодня. Министр сообщения Талас Лынькайц был у нас в студии. Спасибо, что нашли время. Всего хорошего. Спасибо, что пригласили. Всего доброго.